Артисты цирка вышли на улицу, чтобы подарить праздник прохожим в честь собственного торжества Всемирного дня цирка. Акробаты чуть ли не впервые очутились не под куполом цирка, а под небом. Правда, благодаря ненастной погоне не совсем голубы. Но как это было, Мария Кострева. Ксюшу в цирковую студию в первом классе привела бабушка. С тех пор прошло уже 8 лет. За это время из принцессы цирка девушка превратилась в настоящую королеву. Сегодня гимнастка уже сама учит малышей жонглировать и вращать сразу несколько хула-хупов. Цирк для меня это вообще жизнь, наверное. Без цирка, наверное, я бы сейчас уже не смогла. Мы работаем с разными жанрами. Джонглиш, акробатика, обручи, воздушная гимнастика. Ежегодно в третью субботу апреля все мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенный веселый праздник. Международный день цирка. И, конечно, перь мне осталось в стороне. Правда, свои способности акробаты решили показать не на манеже, а устроили настоящий праздник для детей и взрослых прямо на улице. Цирк, конечно, такой жанр, что он доступен для всех. От мала до велика, независимо от языка. С 29 апреля мы снова начинаем новую программу. Ждем перьмяков. Я знаю, что наш зритель очень любит цирк. В цирковой профессии работает очень много династий. Поколению в поколение артисты передают свой опыт. В золотой фонд российского цирка вписаны такие знаменитые фамилии, как Дуровы, Запашные, Кио, Филатовы, Майховские. Кстати, последние совсем недавно закончили гастроли в Перми. Современный цирк – это клоунада, акробатика, эквилибристика, иллюзионизм, пантомима и многое другое. Ну и, конечно же, какой цирк без животных? В Пермском цирке сейчас гостят артисты цирковой программы «Ласта Рика». К примеру, этот замечательный пудель в костюме матроса, кстати, зовут его Виват Король, просто обожает фотографироваться со зрителями во время антракта и перед представлением. К слову, совсем скоро пермики смогут увидеть новую цирковую программу. Артисты королевского шоу «Шимпанзе Бонабо» уже прибыли в Пермь и готовятся к премьерному выступлению. Наша программа отличается количеством животных. У нас более 80 голов, у нас шимпанзе, у нас бегемоты, у нас ламы, носухи. Это все экзотические животные, которых увидишь не так часто в цирке. И это действительно так. Дрессированных бегемотов в России всего четыре, двое из которых выступают в шоу «Бонабо». Увидеть их можно будет 29 апреля на премьерном представлении. Мария Кострева, Игорь Печенкин, Вести, Пермь.